Привет! Сегодня хочу поделиться рецептом овсяного печенья с орешками. Печенье получается очень ароматное и хрустящее. Готовится такое печенье очень быстро, а вкус просто волшебный. Для приготовления мне понадобится 1 яйцо, мягкое сливочное масло 100 граммов, 120 граммов сахара, цедра 1 лимона, 1 чайная ложка корицы, овсяные хлопья 1 стакан, мука 100 граммов, пол чайной ложки соли и 1 чайная ложка разрыхлителя, орешки 60 граммов. В емкость, где я буду замешивать тесто, я вбиваю 1 яйцо, добавляю пол чайной ложки соли и туда же добавляю 120 граммов сахара, смешанных с 1 чайной ложкой корицы. Я очень люблю пряные ароматы, но если нужно печенье понежнее, например, деткам, можно бросить пол чайной ложки корицы. Эту смесь я смешиваю венчиком. Посмотрите, какой красивый цвет получается. Следующим этапом я добавляю овсяные хлопья. Хлопья я предварительно перебила в кофемолке. И снова все хорошенько перемешиваю. Дальше я добавляю масло комнатной температуры. Для этой порции мне нужно 100 граммов масла. На мелкой терке я натерла цедру одного лимона. Очень важно снимать только желтую часть кожицы лимона. Дальше к цедре я добавляю орешки. Я взяла миндаль. Такое печенье можно делать с любыми орехами или же с изюмом. Орешков мне понадобилось приблизительно 60 граммов. И я их тоже предварительно перебила на кофемолке. И последнее я добавляю муку. Муки мне понадобилось 100 граммов. Это приблизительно 2 третьих стакана. На муку я высыпаю 1 чайную ложку разрыхлителя и хорошо все перемешиваю. Субтитры сделал DimaTorzok И в конце я перехожу на замес с руками. Тесто получается очень плотное и фактурное. Благодаря корице цвет очень аппетитный. Тесто прекрасно держит форму и не распадается. А теперь я формирую печеньки. Я подготовила противень с пергаментной бумагой. Сначала я беру немного теста и скатываю в шарик. Потом немного его приплюскиваю. И делаю красивую ровную круглую форму. Тесто прекрасной консистенции. И его легко формировать руками. Духовку, разогретую до 180 градусов, я отправляю в печенье на 20 минут. Печенье получилось очень хрустящим и ароматным. Структура пористая и воздушная. В разрезе видны кусочки орешков и цедры. Очень рекомендую попробовать такое домашнее овсяное печенье. Если понравился этот рецепт, не забывайте поставить лайк. Спасибо, что досмотрели видео до конца. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok